9 декабря 2014 года напротив Академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации состоялось торжественное открытие памятника генералу Михаилу Дмитриевичу Скобелеву. Выдающийся русский военачальник, участник среднеазиатских завоеваний Российской империи и русско-турецкой войны 1877-1878 годов, освободитель Болгарии, в историю вошел с прозванием «Белый генерал», по-турецки «Ак-Паша», что всегда ассоциируется в первую очередь именно с ним, и не только потому, что в сражениях он участвовал в белом мундире и на белом коне. Болгарский народ считает его национальным героем. До революции на территории Российской империи было установлено не менее шести памятников генералу Скобелеву, но ни один из них не сохранился до нашего времени. Все они были уничтожены большевиками. И вот, наконец, Москве вернули памятник генералу Скобелеву. На открытие памятника прибыли руководитель администрации президента России Сергей Иванов, председатель Российского военно-исторического общества, министр культуры Владимир Мединский, руководитель научного совета Российского военно-исторического общества, председатель Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров, дважды герой Советского Союза космонавт Алексей Леонов, видные военачальники. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сочинаем церемонию открытия памятника генералу от инфантелии Михаилу Дмитриевичу Скобелеву. Уважаемые господа, сегодня мы собрались перед Академией Генерального штаба, чтобы отдать дань памяти великому русскому полководцу Михаилу Дмитриевичу Скобелеву. Выбор даты открытия вовсе не случайен. 9 декабря – это день Героев Отечества, который в Старой России назывался Днем Георгиевских Калаяров. Скобелев, сын и внук выдающихся русских генералов, стал достойным продолжателем героических традиций в своей семье. Он прекрасно сочетал в себе воинскую доблесть, верность долгу и был полководческим гением. Одно его появление в войсках подымало боевой дух простых солдат и заставляло одерживать самые неожиданные победы. Автор памятника – скульптор, народный художник Российской Федерации Александр Иулианович Рукавишников, архитекторы Игорь Николаевич и Антон Игоревич Воскресенский. Памятник установлен трудами Российского военно-исторического общества. Открывает памятник генералу Скобелеву руководитель администрации президента Российской Федерации Сергей Борисович Иванов и председатель Российского военно-исторического общества министр культуры Российской Федерации Владимир Ростиславович Меделский. Прошу открыть памятник. АПЛОДИСМЕНТОР 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 КОНЕЦ Руководитель администрации, президент Российской Федерации, Сергей Борисович Иванов. Добрый день, дорогие друзья, дамы и господа. Сегодня, как уже было сказано, мы отмечаем День Героев Отечества, отдаем дань глубочайшего уважения подбегу во имя России. И, конечно же, чествуем героев, людей, чьи имена и свершения не подлежат забвению. Одним из ярких символов возвращения в исторической памяти народа стало возведение монумента выдающемуся военачальнику, георгиевскому кавалеру, генералу от пинфантелии, Михаилу Дмитриевичу Скопелеву. Современники говорили о нем, герой Суворову равный. И такое сравнение с великим русским полководцем генерал, конечно, заслужил по праву. В среднеазиатских походах, в русско-турецких войнах 1877-1878 году, освобождением Болгарии. Все эти страницы великой русской воинской славы. Представитель знаменитой военной династии. Он был человеком долга и истинным патриотом России. Своим примером вдохновлял очень много. Белый генерал, как его называли за цвет мундира на поле боя и за несгибаемое мужество и отвагу, вот его характеристика, которую ему давали современники. В самых жестоких сражениях он не щадил себя. Всегда был впереди, поднимая боевой дух своих войск и вселяя панический страх своих врагов. Бесстрашный командир, который не посылал на смерть солдат, а вел их за собой. Он был еще и настоящим отцом солдата. Своей обязанностью, своей святой обязанностью считал заботу о подчиненных, об организации воинской службы и быта, о воспитании солдат и офицеров на лучших традициях верности долгу и своему отечеству. Заветом храброго полководца суждено было выдержать испытания времени. Они и по сей день являются основой профессионального кодекса защитников Отечества, залогом преемственности поколений нашей армии и флота, обязательным условием формирования современных боеспособных вооруженных сил. Я считаю глубоко символичным то, что новый памятник генералу Скобелеву открыт рядом с нашей Академией Генерального штаба. Это кузница высших офицерских кадров России. Так было и так будет. Я в заключении хочу от всей души поблагодарить всех тех, кто создавал этот великолепный памятник, еще раз поздравить всех присутствующих с Днем Героев и пожелать вам всего самого доброго. Спасибо за внимание. Председатель Российского военно-исторического общества, министр культуры Российской Федерации Владимир Ростиславович Мединский. Уважаемый Сергей Борисович, дорогие друзья, история этого памятника такова. Он стоял на Тверской, напротив здания мэрии. Примерно там, где сейчас находится памятник Юрию Болгорукому. И в 1918 году его снесли по декрету о сносе памятников царян и их слугам. И, в общем-то, Скобелев действительно был слугой. Он был слугой царю, он был слугой отечеству, он был слугой народу. Враги его боялись. Появление Скобелева на фронте вызывало трепет и ужас. Бывало, офицеры-штабисты ему завидовали, говорили, что не гоже генералу проявлять такую бессмысленную храбрость, идти в бой зачастую, поднимая лично солдат в атаку. Не генеральское это дело. А солдаты его боготворили. Вчерашние крестьяне, с которыми он разделял пищу. Ни один интендант так не заботился о своих солдатах, об их провианте, обмундировании, тепле, сапогах, состоянии оружия. Как заботился генерал Скобелев. Он действительно был кумиром армии. И сегодня, в день Георгиевского кавалера, восстановленный праздник героев Отечества, мы должны признать, что если было в нашей военной истории действительно такой абсолютный, чистый, стопроцентный архетип русского героя, то, конечно, это архетип генерала Скобелева. С праздником вас! Еще раз с возвращением, с воссозданием памятника русскому герою. Председатель Международного Скобелевского комитета, летчик-космонавт, дважды герой Советского Союза, генерал-майор Алексей Архипович Леонов. Многоуважаемый Сергей Борисович, Владимир Росславович, и вы, Владимир Евгеньевич, от имени Международного Скобелевского комитета спасибо вам за то, что вы сегодня помогли в этот день героев сделать настоящий праздник. Мы шли к этому 23 года, и мы дошли. Сегодня перед этим величным памятником, перед этим человеком хочется сказать, простите нас, Михаил Дмитриевич, за то, что мы, ваши потомки, не смогли сберечь ваше светлое имя в нужное время, в нужный час. Почти что 97 лет потребовалось, чтобы вы опять вернулись в Москву и стали на свое законное место. Вы закончили, Михаил Дмитриевич, академию генерального штаба, и сейчас вы здесь, как самый лучший ученик за всю историю этой академии. человек, которому было дано звание Суворову, равный. Товарищи генералы, стоящие здесь, ученые, писатели, вспомните хоть кого-то из полководцев, кому было дано такое имя Суворову равный. Не было никого. очень плохо, что мы на заре новой советской власти забыли об этом человеке, и многое-многое наша армия потеряла. Очень многое. Интересно, вся жизнь его, начиная с юноши, с их лет, была управляемой, как он сказал, Богом, и вторым Богом Суворовым. Наука побеждать. Его была настольная книга с детства. Вот откуда все это пришло. Человек необыкновенной способности, преданности, любви, инициативы, находчивости. Он являлся образцом командования, образцом генерала, служителя Отечеству. После того, как был произведен разгром Турции, освобождение балканских стран, он скажет, я, мое слово крепко, я скажу так, на чем должно быть построено государство, любовь к Отечеству, свобода, наука и славянство. И если мы на четырех толпах построим государство, то нам будет не страшно ни наши враги, ни наши друзья. Вы посмотрите, как глубоко он поднял и понимал наших друзей. Почти что, 150 лет после станции французского договора 130 прошло. И посмотрите, как изменились наши друзья, о которых он говорил. И сегодня это звучит правильно. Будут не страшны ни враги, и ни наши друзья. Он был приглашен в Германию накануне, в конце позапрошлого века. Приехал оттуда с четким докладом для Генштаба о состоянии германских войск, настроении, и предупредил. Имейте в виду, что самым потенциальным врагом нашей России будет Германия. Я об этом открыто высказал. Не пошло это на науку. Но зато, как оценил его Бисмарк. У них один с Кобелев стоит нескольких дивизий. Вот какая оценка была очень крупнейшим человеком мира в то время Бисмарком дано Михаилу Дмитриевичу. Я безмерно рад, что состоялась сегодня такая акция. И хорошо, что это находится против Академии наук. Умные люди это все решили. Спасибо большое. Спасибо большое Александру Ильяновичу. Скажу, что это был сделан конкурс, на котором было представлено 17 моделей того и закрытым конкурсом был выбран именно этот скульптор, с которым мы сегодня видим работу. Спасибо вам большое. Спасибо всем, кто сегодня пришел. С праздником вас и с радостью. Сергей Борисович Иванов Сергей Борисович Иванов и Владимир Ростиславович Мигинский предлагают цветы к открытому памятнику генералу от инфантерии Михаилу Дмитриевичу Скобелеву. Генералу Раз. 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 На церемонии присутствовали члены казачьего поискового отряда «Эхо войны», созданного при Московской школе 2053, во главе с руководителем полковником запаса Земсковым Алексеем Николаевичем. Космонавт Алексей Леонов вручил ребятам памятные открытки с изображением генерала Скобелева.